Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную поддержку, связанную с коронавирусом, более чем 80 странам, большинство из которых являются членами нашей семьи в движении неприсоединения. Либо по двусторонним каналам, либо через Всемирную организацию здравоохранения. Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие движения. Мы инициировали создание парламентской сети движения неприсоединения, первое заседание которое состоялось в Баку в июне 2022 года. Кроме того, в соответствии с Шушинскими соглашениями в июле 2022 года была создана молодежная организация движения неприсоединения. Постоянный секретариат организации будет находиться в Баку. Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам движения неприсоединения, которые примут председательство после Азербайджана. В 2021 году, во время памятной встречи высокого уровня, которая состоялась в Белграде, я предложил идею проведения встречи на высшем уровне государств членов движения неприсоединения с целью выработки позиций движения в отношении эпохи после COVID-19. Исходя из этих соображений, я созвал этот саммит, который, полагаю, создаст возможность для обсуждения назревающих вопросов глобального значения.